К малооплачиваемым бюджетным работникам относятся полицейские, военные, медики и учителя. Профсоюзы отметили, что надбавки к заработным платам этим специалистам повлекут за собой требования о повышении тех, кто занят в частном секторе. Но, как заметили защитники прав трудящихся, прибавление заработных плат не должно повлечь за собой рост инфляции, так как эти показатели изначально завышены. Сегодня мы объявляем протест. Суть состоит в том, что у нами был заключен трехсторонний договор с Министерством социальной защиты и труда Федерацией работодателей о поэтапном повышении заработных плат бюджетникам. Это должно было состояться в январе и феврале. Однако министр финансов, премьер-министр страны передали на обсуждение парламенту идеи об отсрочке. Пункты договора не могут быть расторгнуты или изменены только потому, что этого требует правительство. Кроме того, профсоюзы пришли к договоренностям с Министерством социальной защиты о перерасчете пенсионных пособий гражданам, которые во времена перестройки были заняты в частном секторе и не могут получать пенсии. Президент профсоюзов объяснил причину протеста решение парламента. Если бы в бюджет были внесены проекты финансирования строительства хоть одного предприятия, медиплавильного, нефтеперерабатывающего, которые могли предоставить 15 тысяч рабочих мест, мы могли бы молчать. Однако этот бюджет направлен на затраты для выборной гонки депутатов, для покупки своих джипов, для того, чтобы можно было купить голоса и без того многострадального народа. Профсоюзы призывают граждан рабочих поддержать протест и обратиться к депутатам от своих участков с требованиями о пересмотре решения. Эх тувшин от Комбат Аист Монголия.